Дорогие друзья, и вновь приветствую вас на канале Хочу всё знать. Сегодняшнее видео будет о карме. Надеюсь, вам понравится эта тема, и я начинаю. Итак, что же такое карма? Карма – это законы Вселенной, безотказно работающие на каждом человеке в рамках причинно-следствия. Иначе говоря, что посеешь, то и пожнёшь. При этом совершенно не важно, какую веру вы проповедуете. Так же, как для каждого действует закон сохранения энергии и закон притяжения. Законы кармы логичны и суровы. Они могут работать как на вас, так и против вас. Технология настолько совершенная и сложная, что мы даже не понимаем, что она есть. Карма – это твоё зеркало. Мы получаем ровно столько, сколько отдаём. Ни больше, ни меньше. Карма не действует на животных. Но это не означает, что у животного нет души. Любой зверь обладает астральным телом, и в нём заложены все человеческие принципы. Но находятся они в латентном состоянии. Животное меняет раз за разом физическую оболочку, пока не перевоплощается в человека. Карма не действует на святых. Святые отказались от своих материальных желаний в пользу высокодуховных желаний или желаний Бога. Карма не действует на сумасшедших. Они просто живут в своём мире и никак не взаимодействуют по своей сути с остальными существами. Карма бывает трёх видов. Первое – мгновенное. То, что к нам приходит в ответ, как реакция на наш поступок очень быстро, день в день, в течение года. Второе – карма, которая приходит в течение нашей жизни. И третье – карма, которая настигает нас в следующей жизни. Карма не только нас наказывает, ограничивает или награждает. Она нас учит и напрямую связана с нашими уроками по жизни. Мы видим множество людей с разными характерами, потребностями, мечтами и привязанностями. Зачастую мы не понимаем или восхищаемся, как так какой-то человек может быть популярным всю жизнь. К примеру, возьмём за образец такого публичного человека. Здесь уроком может быть его прошлая жизнь, например, в отшельничестве. В этом состоянии человек эмоционально как бы иссушил себя одиночеством, как мы говорим, перегнул палку, не обрёл гармонию. Теперь его помещают в такие кармические условия, где вокруг него много людей и плещут эмоции. Не жизнь, а праздник. Нужно сбалансировать его иссушенность. Или же почему? Умничка никак не может найти возможность проявить себя более широко и публично. В этом варианте может быть всё наоборот. Прошлая жизнь была нараспашку, теперь нас учат внутренние жизни. Кстати, здесь мы понимаем, куда лучше мудрость из речения. Не суди и не судим будешь. Мудрый человек не осуждает жизнь других, так как хорошо понимает, что такое карма, как она влияет на нас, что такое уроки жизни и так далее. Пять самых положительных благотворных действий по карме. Благотворительность и все её проявления. Двойную силу эту приобретает, когда человек делает что-то от сердца. В разы возрастает, если бесплатно кормит нуждающих. В десятки раз сила возрастает, если благотворительность направлена в качестве пожертвований святым людям или на храм, независимо от конфессии. Безвозмездная помощь. Вы ничего не требуете или не ожидаете что-то взамен. Вы помогаете просто потому, что это вам нравится. Отличие от благотворительности в том, что в первом варианте вы что-то отдаёте из личных средств. Помощь может быть как услуга, не требующая материального обеспечения. Кстати, помощь святому, благочестивому человеку также возвращается с Торицей. Честность. Выраженная в поступках по отношению к людям. Честь и справедливость. Честное выполнение своего долга на войне или в быту. Обучение людей разным полезным навыкам. Передача знаний. В разы сильнее, если это духовное знание. Забота о родителях, семье и близких. Пять самых отрицательных действий по карме. Убийство человека. Следом за ним убийство животного ради удовольствия. Любой вид насилия. Покушение на имущество другого человека. Здесь совсем не важно, человек украл у другого человека или у государства. Воровство есть воровство. Ложь, обман и мошенничество. С такой кармой в следующей жизни человек всегда будет удивляться, почему его обманывают. Подстрекательство. Сознательное провоцирование кровопролития или конфликта. Нанесение обиды человеку. Дорогие друзья, у вас могут возникнуть вопросы. Как же избавиться от плохой кармы? Есть два способа. Первый способ – научиться прощать. Второй – совершать положительные поступки. А что же может сжечь плохую карму? Как же ее сжечь? Только силой молитвы. Пожалуйста, не пугайтесь, если вы неверующий человек. Слово молитвы можно принимать по-разному. Если вы уже готовы принять существование закона кармы, значит, в той или иной мере понимаете, что за этим что-то или кто-то стоит. Просто утром или в любое другое удобное для вас время благодарите себя и Вселенную за то, что вы есть, за то, что есть на Земле хорошие люди, и обращайтесь к своему внутреннему «Я». Сама по себе молитва не чистит карму, но вы начнете сильно меняться. Эти духовные изменения рано или поздно, но точно в этой жизни обязательно приведут вас к новым открытиям, которые побудят развиваться духовно. Путь Будды и законы кармы Одной из наиболее значимых для нас интерпретаций закона кармы пришло к нам изучение буддизма. Будда, как мы знаем, признавал действия закона кармы, но его прочтение этого закона не было жестким. В буддизме наличие кармы не означает, что человек проживет свою жизнь только так, как ему это предначертано связи с накопленной им кармой из предыдущих воплощений. Таким образом, Будда говорит, что человек властен с судьбой, у него есть свобода воли. Согласно учению Будды, карма делится на две части, накопленная в прошлом Пурана Камма и та, что формируется в настоящий момент Нава Кама. Прошлая карма определяет обстоятельства нашей жизни сейчас, а то, что мы делаем в настоящий момент Нава Кама, будет формировать наше будущее. Благодаря второй части кармы, Нава Камме или Пуруши Кары, человек способен изменить свое будущее и даже настоящее. Самым важным моментом Пуруши Кары можно считать ее высшее проявление, действие без желания получить результат. Это одна из основ учения Будды – исключить желание. Желание есть основа страдания. Учение о страдании – это своего рода аксиома учения буддизма, известная как четыре благородные истины. Только после освобождения от желания, любые совершенные действия перестанут быть привязанными к результату. Именно желание результата, каков бы он ни был хороший или плохой, продолжает работать на создание кармы. Мне удивительно, что Будда также говорил, что только действия, произведенные в результате намерения, а не просто любые действия, приводят к созданию кармы. Тем, кто стремится перейти в нирвану, нужно постепенно избавиться от желаний. Тогда вы обретете мокшу, и закон кармы перестанет работать. Из изложенного выше понятно, что закон кармы будет работать там, где есть привязанность к результату, а она генерируется силой желания. Нужно понизить стремление получить что-то, и тогда вы это получите. Это один из выводов, который можно сделать, изучив закон кармы и его толкование Буддой. В теории его легко понять, но применять на практике бывает довольно сложно. Существует еще один вид кармы. Это родовая карма. Любой род в течение многих поколений жил и получал опыт в определенном эгрегоральном поле, а следовательно образовывал свою родовую карму. Особенностью кармы рода является то, что ее влияние разделяется на всех, а не достается кому-то одному. Поэтому и проявляется ее сила по-разному, в зависимости от того, как сильно развито у человека сознание, насколько он может осознанно избавляться от негативных убеждений. Хорошо изучать свой родовой опыт, поскольку любое знание будет полезным. Если человек просто яростно отрицает весь свой родовой опыт, это не сделает его свободным, а только спровоцирует конфликт между личной кармой и многовековой родительской. Но если изучить все слабые и сильные стороны родовых кармических программ, то можно свободно оперировать опытом и применять в каждой ситуации, подходящей для достижения ваших целей. И опираться при этом важно не на общественное мнение, а на собственные задачи и намерения. Карма учит нас тому, что хорошее приходит, но мы должны быть готовы ждать. Вы никогда не знаете, как близки вы к успеху в любой момент времени, подталкивая себя на правильные поступки. Даже когда кажется, что никто этого не замечает, мы становимся еще ближе к вечному вознаграждению. Закон кармы не стоит воспринимать, как тяжелое бремя. Он помогает людям лучше управлять своей жизнью, путем понимания последствий своих действий, положительных или отрицательных. Когда вы осознаете, что решение определяет ход вашей жизни, вы станете намного лучше. Дорогие друзья, и вы были на канале «Хочу все знать». На этом я заканчиваю. Пришло время прощаться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok